Жесткая фраза, брошенная на выходных президентом Турции Эрдоганом, была настолько простой, логичной и интересной, что должна была получить соответствующие комментарии различных наблюдателей и, как минимум, отталкиваясь от этих слов, прикинуть ситуацию в режиме «что если». Но бурные события, развернувшиеся на севере Сирии, отодвинули все это на второй план, а зря. «Восток – дело тонкое, и то, что сказано в решающий момент, никогда не бывает простым сотрясением воздуха. Рано или поздно сказанное как-то проявится в практической плоскости. Ну а если никому эта тема оказалась неинтересной, то попробуем подойти к ней издалека». Линия Запад Уже давно в той или иной мере обсуждалась тема образования военно-политического союза от Балтийского до Черного морей, куда могут войти страны Балтии, Польши и Украина в различных вариантах. Туда могли бы войти еще и Беларусь, не Белоруссия, Словакия и, возможно, кто-то еще. Идея эта очень даже логична, потому что упомянутые выше страны так или иначе уже имели опыт жизни в едином государстве, а потому имеют общую историю. В этой истории одним из главных, но не единственным центробежным фактором было межконфессиональное противостояние. Причем оно действовало как раз между двумя крупными центрами – Польшей и Украиной. Здесь нет смысла погружаться в эту тему, поскольку все примерно представляют, как оно выглядело, но просто подведем итог. В результате и Польша, и Украина пострадали от внешнего врага – Московии, попав на разные сроки оккупации под ее ермо. Сейчас этот религиозный фактор постепенно сходит на нет, и потому неудивительно, что Московия намеренно выкапывает его для того, чтобы разжечь былую вражду из старых углей. С одной стороны, это указывает на то, что старая империя до конца не сдохла и действует старыми методами, чтобы держать колонии, а в данном случае экс-колонии, в режиме противостояния друг другу, чтобы утилизировать естественное противостояние с метрополией. Тут надо четко понимать, что все, кто поднимает и муссирует эти темы у нас или в Польше, именно сейчас, четко попадает под одну из двух категорий агентов Кремля, они либо полезные идиоты, либо сознательная агентура, действующая в интересах экс-метрополии. Так что любой, кто пытается актуализировать эту тему при объективном исходе самой сути противостояния, может смело нахлобучивать себе буденовку и кричать «Ленин, партия, комсомол». А страх Москвы, который конвертируется в конкретные действия даже при малейших попытках перевести идею Союза в практическую плоскость, вполне понятен. Дело в том, что такое негосударственное или более интегрированное образование имеет свою внутреннюю логику. В таком случае появилось бы нечто с населением равным Германии, а имея выход к Северным и Южным морям, более устойчивое географически и более перспективное экономически. При правильном подходе такое образование вполне могло бы стать вторым, а то и первым центром континента. И это потому, что пять лет Украина была безусловным политическим лидером Европы, потому что принимала самые жесткие вызовы современности, которые ни одна страна Европы в одиночку не смогла бы принять в принципе. Они к этому не приучены, поскольку все проблемы подобного характера за них решал кто-то другой. Более того, лидеры Европы, Германия и Франция четко показали, что они не просто не готовы действовать в условиях подобных вызовов, и это не только агрессия РФ, но они не желают этого делать впредь. Отсутствие границ с опасными регионами развратило их до крайней степени и по сути они решили использовать как щит или прокладку страны, которые отгораживают их от РФ или Ближнего Востока, откуда периодически возникает опасность. Кстати, речь идет не только об Украине или Польше, которые стали естественным буфером между сытой и ленивой Европой и источником угрозы Московией. Эту же роль, ось Берлин-Париж, отвела и Турция, но там это понимали с самого начала и свое такое невыгодное положение турки превратили в инструмент, который вставили в известное место зажравшимся европейским лидерам. По состоянию на вчера более 70 тысяч беженцев уже прорвались на территорию Греции или ЕС, а если бы там полиция не лютовала, то сегодня Европа считала бы новых беженцев сотнями тысяч. Но вернемся к гипотетическому союзу. Лет за десять можно было бы легко развернуть инфраструктуру с ориентацией север-юг, со скоростными ЖД и автомагистралями, трубопроводами и прочим. Таким образом даже география уже работала бы на этот союз. Кроме того, вслед за Украиной, у которой сейчас наблюдается спад политической активности ввиду известных событий, Польша начинает играть все более сильную и жесткую роль даже внутри ЕС. То есть она нарабатывает качество лидера, который только имитирует Германия и Франция. Понятно, что долго такое продолжаться не сможет и Польша будет искать новые формы реализации своего потенциала. И что тут характерно, вот эти действия она демонстрирует вынужденно, просто осознав, что надежды на старших товарищей нет. Меркель четко показала, что когда возник выбор между интересами Москвы и Варшавы, по поводу трубы «Северный поток-2», она без колебаний выбрала интересы Москвы. Поэтому-то Польша уже и не имеет никаких иллюзий. Промышленный потенциал только Польши и Украины вполне может придать Союзу внутреннюю самодостаточность, а его правильное развитие придаст окончательную устойчивость всей этой структуре. Но самое главное, что возникает мощная оборонительная система, которая просто своим наличием прекращает даже гипотетические поползновения Московии к своей извечной лапотной экспансии. Только такая структура способна положить конец всем этим сказкам на Берлин и можем повторить. Это лишь потому, что такая система будет создаваться без оглядки на проституток, которые всегда готовы тебя продать за 30 сребреников. Между прочим, необходимость именно такого формата Оборонно-экономического союза демонстрируют нынешние учения НАТО, проходящие в Европе. Они примерно показывают, как Альянс намерен действовать в случае агрессии Московии. Так вот, американцы выставили почти 30 тысяч штыков, Польша – 2 тысячи, а все остальные, включая Германию и Францию, по 500 штук. На этом тему можно закрывать, а Польша – работать в режиме двусторонних союзнических отношений непосредственно с США, просто забыв о том, что сзади находится Германия. Но тут есть еще один момент – американские войска вошли в Польшу в последних числах февраля, а были подняты со своих баз в США 23 января. То есть им понадобился месяц, чтобы добраться до Польши, и это же значит, что в случае замеса Польша должна продержаться все это время без крупных территориальных потерь. Поскольку выше мы как раз описали алгоритм действия НАТО в рамках пятой статьи Устава Альянса. То есть месяц поляки будут биться самостоятельно, а из Берлина будут высказывать суровую озабоченность, в то время как Париж будет предлагать договориться с Путиным. Отсюда следует, что надо полностью менять систему обороны с направления Московии, а без Украины это сделать не получится. Тем более, что наша армия до сирийского замеса была единственной, которая сражалась с российской регулярной армией и делала это более чем успешно, исходя из того материального мизера, который имела. Только так можно построить линию Запад. И Москва пытается предотвратить саму такую возможность, наводняя нашу власть своей агентурой, открыто действующей в интересах Москвы. Линия Восток На выходных из Турции прозвучало то, что в принципе очевидно, но что на Московии стараются не озвучивать вообще. Речь шла о том, что если Москва полезет в открытую драку с Турцией, то она должна вспомнить, что в ней живет минимум 25 миллионов мусульман, которые очень сильно ориентированы на Турцию и что в таком случае Москва получит второй фронт просто у себя внутри. Надо заметить, что народы, которые давно исповедуют ислам, проживают от Кавказа и вдоль Волги, восточнее Урала. При всей их нынешней лояльности к Москве, они живут с нею в режиме сильных и слабо скрываемых компромиссов. Сейчас уже мало кто помнит, как еще до Чечни на выход из РФ устремился Татарстан. Тогда Москве удалось притушить центробежные процессы разными путями, но окончательно ликвидировать их не удалось. Путин же уже совершил главную свою ошибку в этом плане. Он сделал ставку на радикальное и самое мракобесное православие собственного разлива, что обязательно вызывает растущие трения с мусульманской частью населения. Причем речь идет уже не только и не столько о каких-то трениях религиозного, но мировоззренческого характера. Достаточно вспомнить о том, как мусульмане относятся к употреблению спиртного, а уж тем более к его злоупотреблению, чтобы понять степень недовольства, которую они испытывают к московитам. Но во всем этом пейзаже есть важный момент – мусульманское население этих территорий, кроме Чечни и в какой-то мере Дагестана, не имеет опыта автономной жизни и уж тем более собственного государственного строительства. Чечня показала возможность создания собственного государства без всей этой грязи, которая ассоциируется с Москвой. Да, тут возникают вопросы степени светскости таких государств, но скорее всего тот радикализм, который наблюдался в Чечне, причем не с самого начала борьбы за независимость, качнулся бы в одну сторону, потом в другую и нашел бы какую-то точку равновесия. Тем не менее, начальный импульс должен последовать извне. Так вот, из Турции прозвучало предупреждение о том, что начало открытой войны РФ с Турцией снимет с последней все ограничения в плане обращения к мусульманам РФ за солидарностью в борьбе с Москвой. И тут для Москвы возникают очень печальные варианты. Ведь даже в том виде, в котором сейчас живет кадыровская Чечня, она де-факто ушла из-под юрисдикции РФ и в ее границах давно действует совершенно отличная от РФ система и по сути на границах Чечни уже давно закончился суверенитет Московии, а территориальная целостность РФ в части Чечни весьма условна. Между прочим, это видят мусульмане других регионов РФ и просто ждут момента для того, чтобы реализовать свои центробежные стремления, но на время обретения независимости от митрополии им нужен адвокат на внешней арене. На сегодня им не готова стать ни одна страна мусульманского мира. Теоретически эту роль могут сыграть Саудовская Аравия, Иран и конечно Турция. Как мы видим, в Москве это тоже понимают и пытаются связать им руки для того, чтобы те не взяли в них знамя свободы. По сути Турция как раз и предупредила РФ о том, что у нее руки свободны и она в любой момент может взяться за древко этого знамени. Все как-то сосредоточились на возможностях Турции в плане перекрытия Босфора, но вот этот вариант просто смертельный для Московии. Просто представим, что такое случилось и мусульмане поднялись от Кавказа и до Средины Урала. Если это пройдет одновременно и мощно, рвется связь с Сибирью, а она долго не станет болтаться в отрезанном состоянии и очень быстро переформатируется во что-то другое. Это очевидно, поскольку все коммуникации как раз и пересекают большой мусульманский пояс РФ. В общем, из Анкары четко сказали «Вова, только дай повод». А главное, сказано это было настолько спокойно, что наталкивает на мысль о том, что такие планы уже давно разработаны и люди на местах готовы и просто ждут удобного момента. Турция может подать сигнал о том, что момент наступил. Эпилог Таким образом, дезинтеграция лепрозория – не такое уж и фантастическое дело. Просто для этого надо знать, что в Кремле все это прекрасно понимают и пытаются купировать еще на подходе. Между прочим, поэтому сейчас Кремль так явно засветил всю свою агентуру в Украине. Ситуация обостряется и шутки шутить уже некогда. «Агентура вся извлечена из резерва и брошена в бой». Intelкопрамма «Кремль так и боиваттесь», «к rook». Субтитры создавал DimaTorzok